Тульский карагач. Финиш. На вино-то еще не закончилось. Для задней стенки упаковки, чтобы она была чуть-чуть красивее, я сейчас немного затекстурирую под тульский карагач. Такого дерева не существует, но никто никогда не сможет определить, что это за дерево. Так как у нас дерево по температуре теплое, то я беру только краски теплого оттенка. Умбра жженая, желтая, темная. Это все акрил. Сиена натуральная и Умбра натуральная. Не факт, что все эти краски я буду использовать, просто из всего богатства акриловых красок я выбрал теплые и ненасыщенные тона, потому что упаковка не должна кричать своим контрастом и насыщенностью. Все-таки это задняя стенка коробки. Потом, когда я придам вот этой уже достаточно красивой фанере более эффектную фактуру, и далее я уже специальным маркером с широким пюром сделаю надписи. В этой коробке у нас тематика бойцовского клуба. Поэтому, я думаю, будет здорово, если здесь будут какие-то философские высказывания из бойцовского клуба. Работать нужно очень жидко, лессировочно. И если нужно писать водянисто, нежно, то нужно краску сильно разбавлять. И чаще художники берут и просто акриловую краску разбавляют водой, потому что она водорастворимая. Но это неправильно. Акриловую краску нужно специальным разбавителем разбавлять. Он продается в магазинах. Но я изучил этот вопрос. На самом деле, это просто слабый раствор клей ПВА. Вот у меня ПВА. Я наливаю чуть-чуть ПВА. Это делается для того, чтобы краска разбавленная хорошо держалась на поверхности. Чуть-чуть ПВА. И дальше уже можно добавить водички. Водички я добавил. Это у нас палитра из-под огурцов. Очень удобно использовать вот эти вот пластиковые поддоны, в которых продаются какие-то овощи, фрукты, зелень, мели, нихерень. И добавляем сюда сейчас различные оттенки теплых акриловых красок. Итак, вот здесь у меня красочки. Это ПВА. Еще не разведенный. И это вода. ПВА развожу с водой, чтобы получился такой калорийный раствор ПВА с водой. Вот, у нас получился такой калорийный раствор ПВА с водой. Основной принцип. Больше растворителя, краски меньше. И начинаем абсолютно экспрессивно создавать текстуру тульского карагача. Видите, он так как бы прозрачненько ложится. Пока что это будет все произвольно. Волокна фанеры располагаются сверху вниз. То есть не слева направо, справа налево, а сверху вниз. И поэтому я текстуру фанеры просто усиливаю. Вот здесь у меня сейчас подмешивается какая-то охра. Сейчас мы возьмем кисть потоньше. И сама темная у нас у броженая. И расставим акценты в каких-то теневых, но относительно мне кажущихся участках. Допустим, вот этот у нас есть сучок. Его можно акцентировать. Немножко его сделать чуть-чуть интересней и фактурней. Чтобы это подержать, отсюда снизу раз такой вот. И раз, отсюда тоже какие-то что-то упало у меня. Какие-то вертикали, чтобы это было в рифму. Дальше здесь сучок. То же самое от сучка. Сам сучок я стараюсь не трогать, чтобы он был натуральный. И раз, его просто подчеркиваю. Дальше. Тут сучка не было, но тут что-то типа сучка создалось. Я раз и этот момент немножко усиливаю. Далее. У нас в упаковке есть специальные отверстия. Эти отверстия предназначены для того, чтобы картину можно было повесить. Мы их раз и обыгрываем. Типа это был сучок. Эти отверстия технически я придумал сам. Я долго думал, как вешать эти картины. Но об этом я расскажу в другом ролике. Дальше вот сучок. Мы его тоже раз и вот так обыгрываем. Раз и очень длинная такая фигня. Ну вот. Основной принцип это, короче, наливай да пей. Обязательно должно быть винишко какое-то легкое. Который помогает что правильно? Фантазировать. И делать иногда необдуманные экспрессивные выпады. Все гениально делается на ошибках. И вино помогает этих ошибок делать чуть-чуть больше. Вот сейчас очень хорошо получаются подтеки. И сейчас они стекут. Я переверну картину. И с той стороны тоже сделаю подтеки. И все. Мне останется только сделать надписи. И мне кажется, лучше упаковки нет. Хуяк. Отлично. Вот здесь вот хуяк. Отлично. Друзья, тульский карагач. Это дерево растет только в моей студии. Из него я делаю упаковку для моих картин. Блин, вот здесь сучок. Жалко сучок. Но нужно понимать, что в лисировке, когда она высохнет, она будет прозрачнее. И я думаю, что это даже будет в плюс. Очень красиво. Тульский карагач. Это очень редкое дерево. И оно имеет очень красивую и редкую фактуру. Дальше тут будет каллиграфия широким маркером черного цвета. С основными философскими высказываниями в фильме, конечно же, легендарный бойцовский клуб. Легенда 90-х годов. Для задней стенки упаковки я ее сейчас немного затекстурирую под тульский карагач.